В этом доме супруги Архиповы живут с 2009 года. Использовали его исключительно как летнюю резиденцию, ведь централизованного отопления здесь не было. Включать конвекторы – дело накладное. Воду нагревали с помощью электрической колонки. Расходы по свету зашкаливали, поэтому, когда поступило предложение участвовать в президентской программе социальной газификации, долго не раздумывали и согласились. И вот он долгожданный момент. Несложные действия специалиста, и у семьи Архиповых есть газ. Большое спасибо этой программе, что теперь будет газ. Мы теперь не будем ни баллона покупать. У нас будет и тепло от газа, и все будет, все удобства, и вода горячая. Все уже как бы, ну все будет хорошо. В Подмосковье программа реализуется силами МОЗ «Облгаза». Трубы проводятся до границ участков. Собственникам это ничего не стоит. После у жителей появляется возможность заключить с организацией договор на работу внутри своей частной территории и дома. В случае семьи Архиповых весь процесс занял год. Потратили на газификацию порядка 200 тысяч рублей. Минимальное давление в системе отопления не ниже единицы, рабочее давление от единицы до двух. В принципе, полторы хватает за глаза. Соответственно, это кнопка включения и выключения оборудования. То есть, если вы не пользуетесь котлом, отключать его совсем от питания не стоит. Выводите вот в такой режим и оставляете его в таком положении. Он в таком положении будет раз в сутки проворачивать насос, чтобы он не закис и не заклинил. И проверять работу своей автоматики. В этом году в Ленинском городском округе удалось газифицировать почти 50 населенных пунктов. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте mosoblgas.ru. Также на оставшиеся вопросы жителям могут ответить специалисты колл-центра по телефону 8 800 100 75 75. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова